Вот пришел к вам вопрос. Объясните, пожалуйста, как такое может быть, что летчики, сбросившие на Японию атомные бомбы, до конца жизни не сожалели о содеянном и жили все по 80-90 лет и более? И ведь потом показывались все эти ужасы, последствия взрыва. Это не были военные объекты, а невинные люди, взрослые, дети, старики. Так как же с этим может жить человек? Вот такой вопрос пришел. Во-первых, человек может жить совсем. Абсолютно совсем. Вплоть до того, что может мать родную убить и пытать кого угодно самых близких ему существ. И дожить до 90-100 лет спокойно. И дожить и оправдывать себя во всем. Человек это... Чудовище. Это чудовище, если ты хочешь так называть. Ну, а как? Человек, он собрание абсолютно всего зла и всего добра. И поэтому он может переключиться в любых обстоятельствах, со добра на зло и со зло на добро. И всегда не понять другого, кто его может в чем-то обвинить. И всегда оправдывать даже самое большое зло, которое он сделал? Конечно. Конечно. Причем от чистого сердца. Он будет еще убеждать себя, что он поступил абсолютно правильно. Что, может быть, он единственный праведник в мире. Что же у нас такое? Что же там такое вообще? Мы не знаем себя. Что там? Что это вот там вот за датчики такие внутри? Что это? Абсолютное добро и абсолютное зло, которое есть внутри нас. Да. Оно может меняться местами. Оно может просто быть разным и другим. То есть вы говорите, то зло, которое я совершил, самое страшное зло, я могу переключить в себе. И ты будешь считать его абсолютным добром. Так, понятно. Но это же зло? Нет. Ты же убедился в том, что это абсолютное добро. Ну ладно, он, но мы с вами говорим, но мы с вами понимаем. Ты не прав. Я не прав? Конечно. Как ты можешь убеждать другого, если он думает иначе? Что же мы с этим делать должны? Вот как зло перевернуть в добро? Причем в добро. Можно это сделать? По мере постижения все большего и большего зла, исправлять его на соответствующее добро. То есть я в конце концов должен прийти к тому, что это зло во мне? Да? Вот все. Это только возможно, если есть, что называется, третий лишний. То есть есть зло, есть добро, есть творец, из которого это свойство исходит. И добро, и зло. И добро, и зло. Исходит из него? Да. То есть должно быть мое обращение к третьему, так или иначе, да? Да. То есть мой разум и сердце – это, допустим, вот это вот добро и зло, а есть еще третий. Меня подводят к этому? Меня к этому подводят? Конечно. Тебя для этого воспитывают, растят. Дают совершать ужасные поступки всякие, да? Все, что по тебе проходит. Только чтобы я пришел к этому третьему, да? Да. К творцу. Но это берет много состояний, поколений и так далее. Поколений, вы даже сказали. Конечно. Это даже не одна жизнь. Конечно. Поколение? Да. Это стоит того вообще, вот это вот? Это тебя не спрашивают. Все эти поколения, вся эта история человеческая. И подопытный материал большого эксперимента. Кошмар. Вся история вымощена кровью, войнами, страданиями. Вся история человеческого, чтобы только прийти к этому третьему, как вы говорите. И возрадоваться, и насладиться, и благодарить. Что ты так сделал и привел меня к себе. Да. Какое мое обращение, вот когда я действительно хочу к нему, какое мое обращение к нему должно быть? Вот скажите это. Что ты наконец-то постигаешь его мудрость, совершенство его действий на тебе. И все оправдываешь? Да. Понятно. К этому придет человечество? Конечно. Конечно. Да? Мы видим, что сейчас семимильными шагами оно, по-моему, двигается уже. Ну, оно ведет энергично, да. Энергично. Такой сценарист у нас и режиссер, что просто увернуться невозможно. Это он потому, что мы двигались медленно? Почему это мы сейчас? Нет, 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 кто мы такие, что мы можем задавать скорость, вектор и так далее. Вы нас ни во что не ставите, я вижу, да? Вообще нас, человечество, по большому счету. Мы маленькие существа, которые можем как-то переживать. Да. Как-то адаптировать в себе эти переживания. Да. Как-то можем все это сопоставить в себе и постепенно привести в какие-то действия, исходящие, вытекающие одни из других. И таким образом наладить в себе некоторый процесс внутренний. Такой? Постижение, одобрение и так далее. Ну, это такая логическая цепочка, да? Конечно, да. Да, да, да. А это выше логики вообще? Творец и все вот это, выше всякой логики? Выше всякой логики, это согласие. Мое согласие, да? Да. С ним? С ним. То есть, логично, если я не должен с ним согласиться, а я соглашаюсь с ним? Да? Вот к этому меня приводит. Ну, у тебя другого выхода нет. Понятно. Просто иначе нет возможности существовать. И когда я с ним соглашаюсь, хорошо, согласен с вами, соглашаюсь с ним, что происходит? Можете мне сказать? Тогда ты начинаешь из оправдания его заближаться с ним. Тогда ты начинаешь раскрывать смысл его таких действий на тебя. Понятно. И это меня наполняет, и это становится жизнью настоящей, да? Это тебя наполняет, это становится твоей жизнью, это становится тем течением, сквозь которое ты плывешь и постигаешь его. Понятно. Это река меня приводит вообще к покою, к любви, к чему-то вот такому, вот так хочется прильнуть к чему-то, вот к такому, к покою, к любви, ну вот к этому. Ведет вот это вот, вот это вот, оправдание его ведет это вот туда, вот в эту точку? Да. Ответ не такой, не да, а вот так вот как-то тихо вы сказали да. Да? Ведет, ведет.